Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер, уважаемые сограждане! В эфире программа «Разговор по чесноку» на радио UFM Мы Ленар Мефтахов и Алина Ахмеева приветствуем наших радиослушателей и телезрителей Тема сегодняшнего разговора – здоровое питание Гостем в нашей студии является специалист по питанию, фитнес-тренер Камила Хафизова Добрый вечер! Правильное питание необходимо для того, чтобы наш организм хорошо функционировал и при этом мы себя прекрасно чувствовали Так давайте же разберем, что такое правильное питание Давайте начнем, наверное, с АЗОВ, с основных правил здорового рациона и правильного питания И первое из них гласит, что нужно кушать часто и небольшими порциями То есть оптимально каждые 2,5-3 часа и размер порции в среднем около 200 грамм Следующий важный момент… Это сколько раз получается в день надо кушать? Около 5-6 раз получается Да, еще очень важный момент, что питание должно быть сбалансировано И должны присутствовать все макро- и микронутриенты, витамины, минералы То есть все-все-все должно быть именно в балансе Не нужно урезать что-то из этого Еще один очень важный момент – это достаточное потребление жидкости Вообще оптимально и общепринятое – это где-то 30-35 мл на килограмм тела Ну, это вот такой стандарт существует Еще очень важный – это здоровый сон для нашей центральной нервной системы Обязательно нужно хорошо высыпаться Взаимосвязанные вещи, конечно Нужно заниматься спортом и так далее Все-таки давайте про питание Вот вы сказали, что нужно выпивать жидкости Вы жидкость не делите на воду, не воду Есть различные специалисты, которые выделяют почему-то именно воду Да, я имела в виду конкретно воду Вот именно простая, негазированная вода Остальная жидкость – кофе, чаи, соки и все сладкие газировки всевозможные Сюда не относятся Для вас это не вода То есть вода – это сырая, некипяченая вода Которую нужно сколько вы говорите выпивать в день? 35 миллилитров на килограмм тела – это по стандартам Ну то есть средний человечек должен выпивать где-то 3 литра воды? Нет, чуть меньше Чуть меньше Ну прям мужчина, женщина Жара, не жара тоже имеет значение Понятно Все это так усреднено на самом деле и очень индивидуально А что можно кушать, что нельзя кушать? Если говорить о конкретно каких-то продуктах, которые прям нельзя кушать Я не могу сказать, что нельзя Я могу сказать, что я не могу не порекомендовать вам Например, те же самые жирные продукты Если возвращаться к основным правилам питания То именно копчености и жирных продуктов, которые поджарены с маслом Стараться нужно избегать Больше включать овощей, фруктов Хорошо, если это будут сезонные овощи, фрукты И злаки, конечно Ну вот мы сейчас говорим про правильное питание В принципе, в нем тоже много ограничений Но чем все-таки правильное питание отличается от диет? Потому что диет сейчас много Какую хочешь, выбирай Очень хороший вопрос на самом деле Потому что очень много и молодежи Лично и ко мне обращаются Просит, писает какую-то диету Которая им подойдет сбросить за месяц 10 килограмм Или еще что-то такое На самом деле, все очень небезопасно И я не рекомендую с этим экспериментировать Диеты в таком понимании В котором воспринимается у нас в обществе Они чаще всего опасны для здоровья Если это вам назначил врач Если он ее прописал То да, конечно, тут слов нет Но если вы где-то прочитали в интернете И решили поэкспериментировать То, мне кажется, это не самая лучшая идея Потому что, опять-таки, нет этого баланса И даже если диеты, которые там есть Существует большое ограничение жиров Они, допустим, могут привести к тому Что там станут проблемы со здоровьем В плане самочувствия своего общего физического Также ногти, кожа, то есть волосы Все это тоже То есть то, о чем мы сейчас будем говорить И то, что сейчас будут слушать наши радиослушатели И смотреть наши телезрители Это не касается абсолютно диеты Мы говорим о правильном питании А правильное питание — это совершенно нечто другое Именно, это просто здоровый рацион Именно для здорового человека И да, и с белковыми диетами Я тоже вообще не рекомендую увлекаться Потому что очень часто бывает Что проблемы с почками начинаются с печени Ну да, есть же общепринятое выражение Что если бы диеты нам помогали Их бы так много не было Именно И медицинские Ну давайте тогда перейдем к здоровому питанию И начнем мы вопрос с калорийности Стоит ли людям смотреть и подсчитывать Сколько они калорий в день съедают Вообще на этом зацикливаться Есть ли в этом какой-то смысл Есть ли рациональное зерно Ну тут смотрите Очень важно понять, какие цели у человека Если у него цель просто поддерживать себя в форме То ему не обязательно подсчитывать калории Но если у человека есть первая степень ожирения Или какой-то существенный избыточный вес То здесь стоит уже задуматься И уже есть смысл ввести дневник питания Допустим, три дня я вот рекомендую ввести Записывать именно в формате Съел и записал Что ты сейчас скушал Сразу записал либо в телефон Либо в блокнот себе И потом, чтобы ты мог проанализировать Как вообще ты питаешь в течение дня И важно, чтобы это было два дня рабочих, например Или учебных И один день выходной Потому что бывает часто, что на выходных мы отрываемся за всю неделю А по поводу калорийности Если возвращаться к этому вопросу То есть очень индивидуально существует Конечно, формулы в интернете Их можно найти Это не представляет труда Есть и самая современная с 2005 года формула Они очень общедоступны То есть проблем нет их найти Подсчитать И потом уже самому принять решение Насколько вообще вы готовы считать именно сами калории Мне кажется, что для поддержания именно, допустим, тела здорового Своего рациона не обязательно Ну, наверное, когда там калории считаются В первую очередь учитывается вес, рост, возраст, наверное Конечно, конечно, да То есть я поэтому сейчас сказать, да Конкретно, что нужно столько-то калорий Я не могу Потому что это очень индивидуальный момент Еще от физической активности зависит То есть от умственной активности Потому что все же мы разные Кто-то лежит на диване целый день там за компьютером А кто-то, наоборот, весь день в движении Ну, от этого норма А вот режим питания, какой он должен быть? В идеале этот режим питания должен быть под тебя лично Под себя лично, точнее, да Обязательно должны присутствовать Три приема пищи Это завтрак, обед и ужин Это обязательно Плюс дополнительный перекус в течение дня Этого достаточно А вот в этом нет ничего плохого Что люди постоянно Ну, я просто по детям даже сужу Поколение последние, наверное, 30-40 лет Когда наш народ начал жить более-менее в достатке Стало модно в кухню постоянно заходить И что-нибудь там хватать Я вот с родителями разговаривал В их детстве такого не было Да, а у нас вот, то есть, дети там И мы сами Наше поколение тоже Нет-нет, там, зайдем Кто батон, кто бутерброд Там, кто еще Что в холодильнике лежит, короче Что вот это Неужели это нормально постоянно кушать? Это очень важно, чем именно его перекусывать Если у вас заранее приготовлен какой-то здоровый рацион На день, да И в холодильнике у вас здоровая еда То вы можете перекусывать А если, естественно, если у вас лежит батон в холодильнике А посередине квартиры на столе стоит огромная тарелка с конфетами Ну, естественно, это нездоровый перекус Здоровый перекус Это могут быть фрукты, например Или овощи Днем, допустим, какие-то сухофрукты Даже какие-то сладости там А вот в рамках режима питания Как раз-таки ночные у нас всякие потребления еды Ведь многие люди даже встают Специально, чтобы поесть Специально, чтобы поесть Идут и кушают Здесь очень важно позавтракать хорошо И если, допустим, у вас есть завтрак, обед, ужин Такие хорошие, сбалансированные Где присутствуют все и белки, и жиры, и углеводы Есть перекусы То вероятность того, что вы на ночь будете срываться Она просто минимальна А вот эти жиры, белки, углеводы Их вообще считать надо тоже? Важно, чтобы они присутствовали Ну, чтобы они присутствовали, значит, надо все-таки сесть Короче, и записать все, что ты кушаешь И посмотреть, есть ли там все это Я говорила, что лучше всего, конечно, дневничок повезти Буквально три дня, чтобы проанализировать Даже если у вас все со здоровьем проблем нет Лишним не будет Чтобы посмотреть именно, на чем сделается акцент Или просто порадоваться, сказать, я молодец А вот эти всякие углеводы, они как должны присутствовать? Там 33 на 33 процента? Очень много сейчас существует разных процентных соотношений Опять-таки, все зависит от физической активности человека От умственной, от его возраста, от его пола Тоже очень индивидуальный момент Единственное, я могу сказать, что Из углеводов, конечно, лучше употреблять медленные углеводы В первой половине дня Это, например, каши, злаковые, цельнозерновой хлеб А на ужин лучше всего подойдут белок и овощи Овощи можно вообще в любой прием пищи употреблять Мне кажется, ты когда посидел на 5-6 диетах Ты уже начинаешь в белках, углеводах, жарах разбираться Ну да, конечно А пока ты такой новичок, ты думаешь, что это за продукт? Очень часто бывает такое, что люди перепробуют много всего И потом приходят именно к правильным питаниям Ну еще в соотношении продуктов Тоже белки, жиры, углеводы То, что друг с другом их нужно правильно сочетать Потому что у нас есть там продукты с разными витаминами И они между собой не сочетаются Тоже есть очень много разных Какие примеры вы можете привести? Ну вот овощи, они, допустим, отлично сочетаются с рыбой, с мясом Овощи вообще настолько универсальный продукт Поэтому я рекомендую именно в каждый прием пищи его добавлять А молочные? Потому что здесь вы точно не прогадаете С молочной продукцией посложнее, конечно Здесь нужно быть аккуратнее И лучше, чтобы, допустим, тот же самый стакан молока у вас был отдельно принят То есть он не смешан там ни с хлопьями, ни с чем Просто отдельно Так именно кальций лучше усвоится То есть молоко, я так понимаю, вообще нужно, да? Через какое-то даже время, да, после питания? Да, то есть нет необходимости его сразу выпивать Можно в течение дня просто там выпил стакан молока и все И важно, конечно, чтобы это было все-таки не обезжиренное молоко Потому что, опять-таки, тот же самый кальций усвоился Должно присутствовать какое-то количество жира Да, вот это мода на... Обезжиренные продукты? На обезжиренные продукты, на обезжиренный творог у нас Который едят пачками просто Да, да, да Какой смысл его есть, если не усваивается кальций без жиров? Вот именно, вы ответили себе на свой вопрос Потому что смысла особо от этого нет Обязательно должно быть хотя бы там полтора-два процента Там, если речь идет о приобретении там стройной фигуры Да, то это где-то от двух процентов до пяти достаточно Вот, а если человек просто для здорового То он может есть там в пределах девяти процентов спокойно А вот правильное питание для взрослых, для детей, для пожилых людей В зависимости от возраста есть ли какая-то разница? Может ли вы какие-то рекомендации дать? Ну да, конечно, разница есть Во-первых, даже если просто сравнить взрослого человека к ребенку Ребенок, он настолько активен, он просто гиперактивно постоянно двигается И развивается Ему очень важно, чтобы все-все-все необходимое к нему поступало Основы, они одни опять-таки для всех То есть для всех возрастов Вот по поводу того, что и каши, допустим, днем кушать И жиры, и углеводы, они должны обязательно присутствовать и в рационе ребенка Что еще хочется добавить? Что вот по поводу сладости для детей Тут, конечно, уже сложнее Очень многие пищевые привычки Они же с детства все берутся И потом с возрастом люди обращаются И ко мне, и к другим специалистам Именно с тем, что у них прям реальная зависимость от сладкого Которая идет именно из детства Но сначала мы в детстве не запрещаем, а потом не можем от этого избавиться Да, я сама просто мама, и я сейчас тоже об этом задумываюсь Как же сделать так, чтобы рацион ребенка был... Насколько стоит прятать конфеты в доме? Я считаю, что их вообще не нужно держать в доме, если честно Или в очень таком ограниченном количестве Опять-таки, если, допустим, ребенок пришел на какой-то праздник детский Где все дети едят, не знаю, не совсем здоровую еду То же самое с шоколадом какой-то или торты И он чувствует себя обделенным Ну, конечно, можно ребенку допустить это И сказать, что сегодня в качестве праздника ты можешь что-то попробовать Но чтобы это не было на постоянной основе Вы как компромисс это предлагаете? Да, да, да Потому что это вообще... Потому что не было лишения какого-то, что ребенок никогда не пробовал Вообще, я так понимаю, конфеты вообще есть нельзя Никакие, да? Я такой человек, знаете, очень компромиссный Вы это чувствуете? Поэтому, да, я во всеми ищу какую-то гармонию и баланс Поэтому все допустимо, но все должно быть разумно и в ограниченных количествах Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вот этот компромиссный человек, который находится в нашей студии Это специалист по питанию, фитнес-тренер Камила Хафизова И у меня вопрос Чем же тогда сладкое для детей заменять? Хороший вопрос Отлично будет, если это будут фрукты Фрукты, на самом деле, очень сладкие, очень полезные Очень вообще здоровая пища Помимо этого, можно какие-то мармеладки Которые вот не засахаренные, натуральные, да, мармелад? Или желе тоже можно самим готовить Очень вкусно получается, детям нравится Они разноцветные, что им и что им важно Они же больше смотрят именно на форму Сухофрукты? Сухофрукты тоже, да, можно Но единственное, конечно, все-таки для деток Вот о какой возрастной категории мы сейчас говорим? Старше трех, наверное, да? Старше трех, да, потом Да, допустимо А вот для нашей культуры, да, жителей Евразии Даже, наверное, и Европы в том числе Ну, делится питание на первое, второе, третье, да? То есть мы первое, второе съели, и третье, мы всегда запиваем все это Вот по телевизору, да и вообще в СМИ, в прессе, в интернете Начало высказать с точки зрения, что после еды вот как раз пить нельзя Пить надо до еды Насколько это правильно? Действительно, есть такое мнение, да, что лучше выпивать стакан воды за 20 минут до еды Есть какое-то научное даже подтверждение этому Но если у вас нет проблем со здоровьем, заболевания каких-то там желудочно-кишечного тракта, да То допустимо и во время еды За 5 стаканов воды Но опять-таки, нет, мы смотрим, мы смотрим обязательно, чтобы это была не газировка Потому что если будет газировка или сладкий сок, то вы съедите просто намного больше еды, чем требуется вашему организму Не пробуждает аппетит Именно поэтому во всех фастфудах предлагается газировка и жирная пища Чтобы просто люди больше ели Чтобы голодные выходили Чтобы они съели как можно больше и оставили как можно денег То есть нам нужно выбирать сочную еду, чтобы ее не запивать, правильно? Да, или если еда сухая, ничего страшного, если вы ее запьете То есть прислушивайтесь именно к своему организму То есть если у вас действительно возникает такое чувство жажды, ну, конечно же, стоит выпить Ну, а вы рекомендуете после того, как мы покушали пюре, картошку, кашу, не знаю, что угодно То есть чаем это запивать не надо Нет, лучше до Вообще, что касается чая, то лучше, чтобы это был отдельный прием пищи И тут важно отметить, чтобы чай не ассоциировался с поеданием сладости Потому что очень часто бывает, что, ой, да я вот чайку попью, схожу, я чайку попью Оказывается, что там не только чаек, а еще вот такая тоже тарелка огромная Или, да, как татар, да, пойдем чай попьем, а там вытащим Только чаек, там перед сном, в обед, всегда только чаек А потом, если посмотреть по дневнику питания, который все будут зрители вести после сегодняшней программы То окажется, что в каждый прием пищи там сладости и мучное А вот если мы провели новогодние праздники или такой масштабный день рождения, свадьбу Где у нас столы обычно ломятся Стоит ли потом устраивать разгрузочные дни Или, например, вводить эти разгрузочные дни себе в привычку Там раз в две недели, раз в неделю Хороший вопрос На самом деле, если вы питаетесь разумно, правильно, да, на протяжении долгого времени То, скорее всего, таких вот каких-то срывов больших не происходит Но если же все-таки, да, мы все люди, я понимаю, у всех праздники, свадьбы, там, Новый год Оптимально, конечно, чтобы вообще за столом вы выбирали более-менее здоровую еду Опять-таки ориентироваться на свое здоровье, да И что касается разгрузочных дней, да, недопустимы после таких дней вполне Но очень важно, чтобы этот день был максимально пассивный для человека Чтобы это не был активный день Чтобы он в этот день не тренировался ни в коем случае Чтобы он не бегал там весь день Он должен вот прям абсолютно расслабиться и разгрузиться на каких-то продуктах Например, белковых можно устроить себе день Один день будет достаточно одного дня По формуле ничего не едим, никуда не ходим Типа того Ну, то есть лучше, а не нужно там, не стоит водичкой запивать и фруктами заедать Этот разгрузочный день или это стресс? Ну, фруктовый разгрузочный день тоже имеет место быть Я предпочитаю больше на белковых советую, видимо, скружать сначала Просто фрукты, они тоже не всем подходят Потому что тоже вот, если есть какие-то заболевания, то... А вы могли бы назвать пять, а может быть, больше или меньше пищевых привычек вредных Которые вы, с которыми наши радиослушатели и телезрители сталкиваются каждый день? Интересно Пять? Пять Привычек? Привычек пищевых Пищевых привычек, хорошо Ну, первым мы уже с вами назвали, да, это после второго запивать третьим Ну да, что-то вроде того Наверное, очень важно как раз отсутствие завтрака Что люди очень много, часто едят на ходу Вот постоянно вот я вот вижу, что... А когда третья? А когда третья? Я могу много сказать Столько вредных привычек вокруг, если честно А вот на ходу, на ходу мороженое можно кушать? Вам компромиссный ответ? Нет, ну как вы считаете? Вы бы сами кушали Я бы покушала Ну, если, смотрите, если ты идешь летом в парке со своим ребенком У тебя хорошее настроение При этом ты фитнес-тренер, как я, например То иногда, в принципе, можно себе позволить что-то такое Важно, чтобы это не было на постоянной основе Вот, что я вам скажу То есть на ходу кушать нельзя? На ходу не рекомендуют Лучше сесть и поесть спокойно И очень важный момент, что, смотрите, во время еды вы должны думать о еде Просто когда ты гуляешь и кушаешь мороженое, ты можешь потом еще второе съесть, третье, четвертое, пятое И то же самое, когда ты кушаешь перед телевизором, или слушаешь радио, или вообще занимаешься, там, в телефоне сидишь, да Можно скушать намного больше, чем если ты просто бы сидел за столом и съел вот определенную свою порцию еды Короче, третью вы назвали, дальше Нет, это уже четвертое, что мы отвлекаемся во время еды То, что недостаточно, как раз это овощи и фрукты в рационе И очень много мучных изделий, тоже часто очень сильно встречается Шестое? Фастфуд А ну фастфуд, я не считаю, это привычка, потому что, мне кажется, есть люди, которые к фастфуду едят, но, мне кажется, большинство все-таки избегает Ну, я бы тоже хотела так думать, но факты говорят другое Серьезно? Да, во всех фастфудах, к сожалению, люди очень его любят до сих пор Но сейчас очень здорово, на самом деле, что все больше людей задумываются о своем здоровье Ясно, я хочу напомнить нашим телезрителям, и в первую очередь радиослушателям, что гостем нашей студии является тренер, фитнес-тренер, специалист по здоровому питанию Камила Хафизова И следующий наш вопрос, стоит ли курс после шести? Неужели это так опасно для здоровья? Ничего опасного нет, опаснее будет, если вы не покушаете после шести Смотри, здесь все очень просто, на самом деле Наш организм и во время сна, да, у нас все процессы происходят внутри него То есть у нас кровь циркулирует, все продолжает происходить И когда мы лишаем себя еды на такой продолжительный период времени, там, 12-15 часов, если смотреть, допустим, 6 часов, если там встаешь, 8 утра, да, взять Это огромное количество времени, огромный промежуток времени, больше половины дня Конечно, не стоит вот этого правила придерживаться, что ни в коем случае, вот сегодня 17-59 я поела, да, после шести ни грамма, нет, ни в коем случае Если вы ложитесь 8 часов, там, в 9 вечера, еще может, может, имеет место быть Вообще оптимально кушать за 2 часа до сна, за 2-3 часа до сна И должно быть что-то очень такое легкое, белок, овощи, что легко усвоится Белок, овощи, это какие вот, ну, может быть, ваши рецепты, ваши блюда, что вот вы предпочитаете кушать перед сном? Ну, белковые продукты, их множество, на самом деле, и можно вообще экспериментировать с рецептами Например, филе курицы, филе индейки, филе телятины То есть перед сном прямо, вот прямо за 2 часа до сна можно покушать мясо? Нет, я не советую есть мотивация Ну, вы сейчас про филе говорите, курица Я говорю просто про белковых продуктов, я тебе не говорю сейчас про ужин, хорошо? Давайте Или вам все-таки про ужин? Все-таки давайте про ужин, вот от вас, вот пару рецептов Тогда куриное филе или нежирная рыбка Все-таки можно вечером? Да, конечно, куриное филе можно вечером Что потяжелее, мясо уже не советую Нежирная рыбка, например, треска, хектила, пища, сейчас огромное количество их множества Плюс овощи, можно их приготовить на пару, можно их потушить, можно их съесть в свежем виде То есть, Камила Хафизова утверждает, что все это можно кушать и в 9 часов, если вы в 1 сложитесь спать Я лично ложусь, если по себе судить, я ложусь ближе к 12, иногда и позже, да, я могу поесть в последний раз, ну, в 10 часов вообще спокойно Вот еще один очередной миф, мы тут развенчали Да, ну это вот прямо миф В серии нашей программы, что после 6 якобы кушать нельзя Нужно Даже не то, что нужно, да? А если вы потренировались вечером, то вообще обязательно просто, если у вас тренировка вечерняя, то необходимо восполнить запас А пищевые добавки, ну, сейчас я говорю про витамины, там, рыбий жир, который, ну, БАДы различные, они вообще являются необходимостью для нашего организма По поводу БАДов, сложно сказать, однозначно, потому что они существуют в таком количестве и не знаешь, какой марке верить Да, некоторые из них могут помочь вашему здоровью, да, но многие на самом деле и витамины, и минералы содержатся в продуктах Стоит обратить внимание, не нужно заменять еду таблетками Да, все-таки я считаю, что лучше из еды, если нет возможности восполнить запас, то можно отдельно витамины потреблять То есть хуже от них не будет, но факт в том, что как бы лучше тоже не может стать, а деньги будут потрачены А вот когда мы думаем о рационе своего питания, стоит ли нам учитывать время года, есть ли разница, что нужно потреблять зимой, летом Ну, например, якобы зимой нужно больше жиров кушать, летом там больше фруктов и так далее, есть ли в этом какой-то смысл? Смысл есть, а насчет жиров зимой можно увеличить, да, например, если до этого вы потребляли там 30 грамм орехов, зимой вы можете там около 50 съедать А по поводу лета, ну, когда вот везде сезонные ягодки и фрукты и овощи, мне кажется, грех не кушать Ну тут просто уж я, поскольку их много, да, а не потому что Да, потому что, нет, ну это здорово на самом деле, то, что они вот в такой доступности, мне кажется, надо этим пользоваться Запасаться, просто нужно запасаться Нет, запасаться не надо, слажаться Организм запасаться Надо наслаждаться А, даже так А вот как раз если мы сейчас затронем запасы, которые мы потом зимой доедаем, в наше любимое время года Как вы к ним относитесь? Ну вот эти соления, я отношусь на самом деле негативно к ним, потому что огромное-огромное количество соли в них содержится И, к сожалению, овощи, они уже теряют свои свойства Вообще, изначально соление, они нужны были для того, чтобы поесть на зиму то, чего не было, да А сейчас же у нас и зимой, и летом всегда обилие на прилавках и фруктов, и овощей Мне кажется, необходимости в этом нет А вот, например, если у нас сейчас много вишни в саду, ее лучше заморозить Да, именно То есть не компот Лучше замораживать Лучше замораживать Не портить это сахаром А как вы относитесь к холестерину, про который так много в свое время говорили? Я помню, в начале перестройки нас убеждали, что нужно кушать маргарин вместо сливочного масла Потому что там меньше холестерина Это правда? Нет, это не правда Я вот даже думаю, как вам ответить получше бы, да Что и сливочное масло нельзя есть, да? Нет, 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 смотрите Если сравнить маргаринское сливочное масло, лучше есть сливочное масло Но, опять-таки, ограничено по рекомендации Всемирной ассоциации здравоохранения Где-то 15-20 миллиграмм в день это достаточно Для того, чтобы получить необходимые витамины А Это сколько ложка чайная? Так холестерин все-таки страшен для нас или нет? Ну, в ограниченных количествах нет В ограниченных количествах допустимо Но, естественно, если съедать пачку маргарина, ну, ничего хорошего этого не будет То есть я не знаю, зачем вам так говорили Ну, вот мы сейчас разбираем Те же самые, там, клетчатку Потом про холестерин Разговаривали А как же все-таки научиться разбираться в продуктах питания, приходя в магазин? В первую очередь нужно перевернуть упаковку Допустим, вот мы выбрали какой-то продукт Мы переворачиваем, смотрим белки, жиры, углеводы Да, все очень просто, все написано, доступно Дальше смотрим Состав, да? Если вы видите много незнакомых для вас слов, которые вы даже выговорить не можете Да, там разные вот эти вот длинные-длинные названия То зачем себя этим кормить? Если вы даже не знаете, что это Чем проще продукт, чем проще его состав, тем лучше Такое простое правило Да, очень простое правило, и оно очень действует, на самом деле Едим то, что мы знаем А насколько А насколько вредны вот газировки, лимонады и так далее? Сейчас очень много различных напитков, тем более лето И дети просят, и народ покупает На самом деле лучше всего утолять жажду именно вода Растайник газированный, про который мы говорили По поводу газировок и соков Ну соки это по сути не газировка Газировка, да, точнее это сок с газом У них большое количество сахара содержится Прям огромное Это как в большом пирожном, я не знаю И вы можете тоже опять-таки выпить в большом количестве И даже не заметить, сколько калорий у вас поступит А если говорить о, допустим, диетических Каких-то газировок, которые сейчас тоже существуют То в них совершенно небезопасные сахарозаменители используются Которые тоже опасны для здоровья Поэтому все-таки старайтесь избегать газировок То есть лимонады вообще надо Да, ну вот минеральную воду, если бы, то еще можно ее допить Единственное, деткам вот тоже нужно быть аккуратнее Потому что там сульфаты, где содержится, деткам не рекомендуется Потому что они кальций вымывают А сок? Сок сладкий очень Свежевыжатый можно Вот фреш, который сейчас тоже популярный Но тоже не в больших количествах Потому что если сравнить, допустим, сколько фруктов вы так съедите И сколько свежевыжатым соки На один стакан яблочного фреша Тогда уйдет 2-3 яблока И если вы съедите просто целое яблоко А калорийность одна и та же А те, которые пакетированы и те, которые в стеклянных баночках у нас продаются Что лучше выбирать? Очень-очень много сахара у них То есть, кстати, и вообще соком-то, наверное, тяжело назвать Да, я вообще стараюсь сок не пить У нас беда такая Вот ребенок в садике на каком-нибудь дне рождения очередном Дадут этот пакет сока и не знаешь, как у ребенка отнять Мы одно время воспитательниц сказали Ну, не давайте А ребенок обижается Он себя обделенным чувствует Не, ну, конечно, если для ребенка это важно И, ну, в первую очередь, конечно, думайте о нем И если он почувствует себя, что он какой-то обделен в этом То дайте ему этот сок Ничего страшного не случится Просто все должно быть разумно и немного А детские соки? Детские соки тоже большое содержание сахара То есть, вы так про сахар говорите Это такая беда вообще, страшный сахар? Знаете, вот буквально недавно прочитала такую книгу Очень интересную, как раз про сахар И я ее читала просто и поражалась Насколько действительно это опасно И приводит ко многим заболеваниям Например? Сахарный диабет Самое такое, что первое приходит Ожирение Наоборот, даже дистрофию может привести Наоборот, приводит к сахару Вообще на все влияет Кстати, самое интересное В таком количестве сахара Ведь люди начали употреблять сравнительно недавно Лет 50 назад Это так в культуру начало нашу входить Все эти заболевания как раз появились Вот-вот В принципе, наши предки этими заболеваниями не болели? Нет То есть, это вот, ну, короче, сами себе придумали Сами себе придумали, да Вот это вот сахарное заболевание А если взять жареное, соленое, жирное Вот это как-то, ну, противопоказано При медицинских диетах И как относиться Как это соотносится с правильным питанием? Смотрите, чтобы по медицинским показаниям вам это не запрещали Лучше просто не допускать Чтобы у вас такие медицинские показатели были А для этого нужно, короче, исключить Вот для этого нужно правильно питаться И стараться избегать эти сахара по максимуму Потому что, на самом деле, практически во всех продуктах Если перевернуть на первые структы Мы опять про сахар А это уже про соль Я уже про жир Я уже про это Ну, смотрите, соль Жирное? Жареное? Угу Жирное, жареное Да, стоит избегать Есть другие способы приготовления пищи Более здоровые Например, можно использовать запекание в духовке Или мультиварки Сейчас существуют пароварки Можно даже на костре что-то приготовить Или пожарить, но без использования масла на керамической сковородке Такое тоже допустимо То есть, как бы, ну, вы не рекомендуете вообще жарить, я так понимаю Лучше варить, да? Если говорить про жарку на масле, то, да Все-таки лучше это избегать Варить, да, конечно, тоже варить можно Естественно Соленое Соленое Про соление мы с вами уже поговорили А если говорить просто о соли В чистом ее виде, да То Также по рекомендации Сумерной ассоциации здравоохранения По последним данным Где-то 5 миллиграммов в день Достаточно для организма Это сколько у нас? Это где-то 2 щепоточки Потому что во многих продуктах Опять-таки содержится Вот если перевернуть Этикетки, да, посмотреть Соль, сахар Обязательно присутствуют А жирная у нас Чем жирнее, да? Жиря, они же разные бывают Если говорить о жирном Если говорить о жирной рыбе Которая там лосось, например, да Или еще там полезные жири Омега-3, омега-6 Которые наоборот только улучшат Состояние волос, кожи, ногтей, да? А если говорить о жирных Транс-жирах, которые содержатся В пирожных В мороженых, да? На всех этих вредностях То, конечно, там ничего полезного У них не содержится И все это именно отложится там Где совершенно не хочется То есть вы мороженое тоже отнесли Не к вкусностям, а к вредностям? Ну, скорее, да Молочные жиры там тоже содержатся А как вы относитесь К фастфудам, к еде быстрого приготовления Всяким там доширакам и так далее? По возможности Все это избегать Почему? Чем они так плохи? Жиры, опять-таки Те же самые как раз Транс-жиры Потому что все жарится на масле Булки, это мучное тоже Там белая мука используется Которая Совершенно не каждому человеку подходит В смысле? Что значит белая мука не подходит? То есть Давайте тогда мы Разберем этот вопрос Ну, если вот О мучных изделиях, да, говорить То все-таки лучше использовать ржаную муку Или, например, сейчас есть овсяная мука Наверное, слышали, да? То есть пшеничная мука Она нам не очень подходит, да? Не у всех она хорошо усваивается Некоторые даже бывают какие-то Ну, вот проблемы Там взутие живота После вот этого Ну, дети вот с удовольствием батоны едят Да Ведь эти сладости с удовольствием едят И соки пьют А вы знаете, я где-то такое слышал, что Народы, которые проживают севернее Да? Ну, в том числе это и мы туда относимся Они больше должны в рационе использовать ржаную муку А вот южные народы якобы больше пшеничную Вот вы про такое ничего не слышали? Я считаю, что все народы должны больше ржаную То есть даже если они в Африке живут? Ну, в Африке там совершенно другой рацион питания Мне кажется, там Ну, короче, как ни крути, нам надо больше налегать на черный хлеб Да Понятно А если вот взять вот опять хлеб, да? Чтобы далеко от темы не уходить Я слышал такое, что как бы, ну Как бы от особенно женщины любят отказываться от мучного, да? Но я слышал такое мнение, что вредно не сколько мучное Сколько дрожжей, которые используются при приготовлении мучных изделий Так ли это? Да, действительно, так и есть И поэтому, как бы, стоит тоже избегать И заменять на более полезные сорта То есть, в принципе, если при приготовлении мучных продуктов Не использовать дрожжи То, в принципе, эти мучные продукты Переходят в разряд нормального здорового питания Я правильно понимаю? Если там еще не белая мука То есть, короче говоря, если это ржаная, да? В общем, тут нужно быть очень аккуратным, да И, конечно, здорово, когда это, если вы готовите это дома Вы можете проконтролировать это все И добавить все в нужных пропорциях Вы пробовали дома готовить хлеб? Да, я пробовала У меня получилось вкусно достаточно И вы как, с использованием дрожжей? Нет, без использования И вкусно получается, да? Да, цельные флаки туда, вот именно такие Семечками можно, какими-то такими тыквами использовать Тоже вкусно получается Мы еще перед хлебом разговаривали о фастфуде И сейчас в рекламах чаще всего встречается Что для фастфуда используются настоящие фрукто-овощи Там используется салат И вот у нас булочка вся такая хорошая Что же вредного? Соус может быть? И фастфуд, как разбирать его? Ну, давайте разберем с вами гамбургер, да? Давайте Открываем мы гамбургер, что у нас лежит У нас здесь, значит, большая прослойка майонеза В первую очередь, сразу вот такой недостаток Там сама булка, о которой мы уже поговорили Опять-таки, трансжиры Самые вредные, которые откладываются там, где не нужно А майонез, если готовить в домашних условиях, он ничем не лучше будет? Про еду в домашних условиях Если вы сами проконтролировали весь этот процесс Добавили определенный продукт, то это все допустимо А в том, что будет вкус совершенно другой Вам покажется, что это не тот майонез, который вы едите Вот из магазинов То есть магазинный майонез вкуснее, но его есть нельзя Да Понятно Хорошо, переходим Готовить дом, но не совсем не такой вкусный Давайте разбирать гамбургер дальше Разбираем наши гамбургеры У нас гамбургер, да А вы про крышечку забыли Вы забыли про белый хлеб Это же как раз мы уже поговорили Тут уже все пройдено Салат, овощи, это все допустимо, конечно же Потом идет котлетка, жареная на масле Там самая такая жирная она сама по себе Тоже опять-таки Лучше эту же котлетку просто взять и приготовить ее на пару Если дома повторить тот же самый гамбургер Сделать его более полезным Взять ржаную, ржаной кусочек хлеба Без дрожжей Положить туда куриное филе, допустим Или какую-то куриную котлетку приготовить на пару Овощи положить туда Какой-нибудь листик салата, помидорку И закрыть все это будет вообще очень здорово Очень полезно, но невкусно Зачем невкусно? Очень даже вкусно Можно даже сыр добавить какой-нибудь Почему для нас так вкусен фастфуд? Вкусен вкус? Да, вкусен вкус Вкусовые рецепторы наши так сейчас уже устроены Мы их обманываем? Не мы их обманываем А производители Нас скорее обманывают, добавляют побольше всего Чтобы было повкуснее Чтобы какие-то пищевая зависимость была И хотелось снова и снова употреблять Я хочу напомнить, что гостем в нашей студии является Фитнес-тренер и специалист по здоровому питанию Камила Хафизова И Алина, хотела задать вопрос? Да, я хотела задать вопрос как раз о привычках Которые у нас с фастфудом вместе формируются Когда вот это Как ловить этот момент? Что оказывается у нас уже вредная пищевая привычка появилась Ну, когда вы уже понимаете то, что вы приходите каждый день в одно и то же место И на обед вы предпочитаете именно фастфуд То, скорее всего, вы уже зависимы от него И тут хорошо, если обратиться к какому-нибудь специалисту, вроде психолога, который вам в этом поможет И нужно понять, зачем вы в это уходите Что полезного, допустим, вы можете извлечь из этой еды Кроме того, что это вкусно и все Полезного там особо ничего не содержится Мне кажется, тут момент осознанности человека Насколько он осознанно вообще подходит к своему рациону А вот сейчас мода пошла, да? На вегетарианство, веганство, сыроедение и так далее Как вы относитесь к отказу от мяса? Хороший вопрос Как бы на него ответить? Я отношусь к этому так В общем, я сама не ем мясо Вы мясо не едите? Нет, я не ем мясо Последние полгода я исключила И вы своих детей тоже лишили этого удовольствия? Нет, мой ребенок кушает, мой муж кушает Это просто мой выбор из этических соображений То есть вам этика не запрещает готовить для мужа и для ребенка? Получается так, потому что семейные ценности есть семейные ценности Ясно, ну хорошо, и все-таки А как вот, ну, то есть вы считаете Я сейчас не буду этические вопросы Ваши там рассматривать, ваше внутреннее А вот для вашего здоровья, то есть вы как считаете? Это утрата, это потеря? Нет, я восполняю все абсолютно другими продуктами Из той же рыбы и молочной продукции Потребляю много слаков То есть у меня абсолютно сбалансированный рацион И к нему вообще никаких претензий нет У меня есть Я тоже согласовывалась с врачом, со своим диетологом То есть вы считаете, что в принципе мясо можно полностью чем-то заменить другими продуктами питания? Если к этому человек пришел именно через свою голову сам Если он не просто это где-то увидел Именно вот это вот было ключевое новомодное Просто если он где-то там услышал, что ой, модно, все отказы, дай-ка я попробую Нет, а когда он пришел именно вот, ну, действительно понял то, что ему не хочется больше это, допустим, кушать Или на данный период, допустим, не хочется Ну, можно попробовать Но опять-таки очень важно, чтобы при этом поступляли все нужные микроэлементы и макронутриенты То есть чтобы это было заменено другими продуктами Чтобы это не был просто отказ от этого и какой-то дефицит у человека возник А веганы, которые отказываются, в принципе, от продуктов животного происхождения Сюда же яйца, молоко Они тоже имеют право быть У них есть своя теория, которая строится на своих научных фактах И возможно ли заменить лишь овощами все, что мы получаем от животных? У них теория звучит так, что изначально мы произошли от обезьян И получается, что мы в основном были землевладельцы В основном травоядными И работали на земле И таким образом потребляли в основном именно растительную пищу И что клыки наши предназначены Нет такого, что там есть мясо Обработанное, не обработанное, не важно Но это у них теория, она и место быть И есть ее приверженцы А сыроеда? Кто не обрабатывают даже куклу, овощи? То есть, мне кажется, это... Честно, у меня просто есть знакомый У которых сыроед на протяжении долгодительного времени Он пропагандирует это все Я просто очень нейтрально ко всему отношусь Спокойно Он прям пропагандирует это И по нему вообще не скажут, что у него какие-то проблемы с здоровьем Он сдает анализы, у него все в порядке Это самое удивительное, весь мышечный масс Наверное, отказ от мяса это определенные крайности Давайте мы вернемся к правильному питанию Я тоже все-таки считаю, что это очень такая отдельная тема И в рамках этой программы, может, мы достаточно поговорили Кажется, тоже Давайте мы перейдем к правильному питанию И насколько правильно питаться дорого? Каждому ли доступно правильное питание? Да, вполне каждому Это не дороже того же самого фастфуда, если взять Каши, крупы, все возможные Они вообще достаточно недорогие Фрукты, овощи, опять-таки, сейчас сезонные А вот у вас в рационе какие каши присутствуют? Да все, все, которые существуют практически А вы тогда напомните, мы уже забыли Хорошо, давайте Гречневая, рисовая, перловая, пшеничная, полба, то же самое Очень большое количество Даже если зайти просто в отдел каш, да, в супермаркете каком-нибудь Там такое богатство И просто можно хоть каждый день кушать новую кашку И будет вроде разнообразие как раз в рационе Не будет приедаться Кукурузная еще кашка классная То есть недорого А если мы тогда берем овощи, фрукты И мы не владеем садами и огородами То это получается Смотрите, зимой есть выход какой заморозка А летом сезонный Все, то есть, очень просто на самом деле Большой холодильник нужно покупать и замораживать Да, именно А как вот правильно выбрать место общественного питания? Да, если мы исключаем вот эти всякие кафешки Где нас пичкают фастфудом Вот как бы вы посоветовали? Вообще, конечно, оптимально, если человек носит свою еду здоровую с собой Приготовил ее дома И положил к себе в сумку В контейнеры, да Вот Но если нет такой возможности То можно зайти в любой ресторан или кафе И попросить официанта или повара, да Чтобы передал ему Не добавлять жирной заправки И выбрать себе какое-то более-менее здоровое блюдо Например, та же самая рыбка или мясо Приготовить ее, попросить на пару или в духовке Спросить, что есть сначала в наличии И на гарнир выбрать какую-нибудь кашу Мы вот постоянно говорим о том, что на пару Отварить каша, клетчатка у нас одно и то же повторяется В этом появляется какая-то вот замкнутость То, что разнообразия нам хватает с правильным питанием Да, действительно хватает Вот очень многие люди почему-то думают, что правильное питание Это гречка и куриное филе И воспринимается это как какую-то диету непонятную На самом деле огромное количество и белковых продуктов существует И каш, я вот уже перечислила Сколько фруктов, овощей Можно разнообразить в рацион так, чтобы он вообще На протяжении месяца вообще не повторялся Почему же так мы начинаем думать? Это реклама? Скорее всего, да Производителям же выгодно, чтобы выбрали у них А как вы относитесь к нашим национальным кухням, к кухням нашего региона? Насколько это правильное питание? Если говорить о татарской и русской кухне, вы имеете в виду? Да, в первую очередь о татарской и русской кухнях, которые здесь больше распространены Ну, татарская кухня достаточно все-таки жирноватая Но там тоже имеет место быть свои блюда Например, азу есть, азу с овощами или азу с телятиной Достаточно такое полезное блюдо А что касается выпечки, то все-таки нужно ее стараться ограничивать И если ее употреблять, если это все-таки связано именно с традициями Что нужно съесть на большой стол, где приготовлен много шпичмаков Балишь, большой стоит на столе То иногда в качестве традиции это допустимо То есть, как наши предки, надо это кушать редко по праздникам Редко и по праздникам, верно, именно А если мы возьмем русскую кухню, там что есть хорошее, что плохое? В русской кухне у них на самом деле больше есть таких положительных моментов Например, у них издревле тоже каши как раз идут в рационе Очень часто встречаются Много рыбы у них, грибов, овощей, очень много овощей Из капусты много готовят Вообще из рагут, это все возможно А что там лучше ограничить? Ограничить, так Наверное, закрутки Да, вот как раз солености, да? Русская кухня богата, да? Да, но еще ведь русская кухня, она же разделяется как раз на весь постное и не постное меню Много достаточно рецептов, можно для себя отметить там А вот сейчас появилось множество ресторанов и кафе с кухнями народов мира И на что бы вы посоветовали обратить внимание? И стоит ли нам кушать, допустим, азиатскую кухню, которая очень острая? Ну, отличается от того, что привыкли кушать мы Ну, по поводу острой, могу сказать, что не всем это подходит Просто потому, что все мы опять-таки индивидуальны И у некоторых, допустим, на острую пищу возникает просто какая-то реакция в организме, не самая лучшая Я, например, вообще острую не ем Но если человек нормально переносит, то, в принципе, это допустимо Единственное, острое, конечно, аппетит пробуждает А по поводу кухни, вообще, стран мира, да? Это очень здорово, какие-то средиземноморские страны Это, например, Италия В Европе все правильно, да? Итальянская кухня, да, то есть очень хорошо Греческая У них очень много овощей, рыбы, сыры То есть это, на самом деле, здорово И в ресторанах можно Тоже одна такая из теории есть о том, что где родился, там пригодился И то есть где ты родился, то кухня для тебя полезнее всего И то, что мы пытаемся как-то себе навязать другую кухню Нет, действительно, конечно, лучше кушать то, что принято у нас И, ну, вот по поводу ресторана, да мы же не каждый, как бы, ну, большинство людей Не каждый ходит в ресторан, не знаю, по-разному, конечно, бывает В качестве разнообразия это допустимо, да, какие-то новые кухни пробовать Но основа, конечно, это наша То, что у нас растет здесь Конечно, да Вот, ну, наша программа подходит к завершению Поэтому хотелось задать последний вопрос нашему гостю Специалисту по питанию, фитнес-тренеру Камиле Хафизовой Что бы вы могли посоветовать нашим радиослушателям и телезрителям? Какой первый шаг сделать на пути к здоровому питанию? Первый шаг, наверное, это будет именно научиться завтракать правильно Именно вот, чтобы это было здоровое Как проснулись, вот, умылись И потом вот приняли кашку или там какой-нибудь омлет тоже подойдет иногда И добавить что-нибудь, какого-нибудь жирного, те же самых орешков Для вкусу можно И записали свой дневник Да, то есть научитесь завтракать и вообще старайтесь прислушиваться к своему организму Вот То есть научитесь завтракать, это то есть начните кушать по утрам кашки и омлеты Да, это тоже можно Понятно, большое спасибо за такую интересную беседу Спасибо вам Наша программа подходит к завершению Я прощаюсь с нашими телезрителями, с нашими радиослушателями Всего доброго, до свидания До свидания Разговор по чесноку на радио ЮФМ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok